ЛОЛИШМА Что имеется в виду заниматься Торой и заповедями Лолишма? Лолишма называется «Когда я вынужден, я нахожусь своим желанием получать, ради получения, эгоист, я не понимаю иначе, я так устроен, я смотрю на всё, а чего я могу насладиться этим». Хорошо это или плохо мне? Мне, да? Скажем, я смотрю на Терранца, хороший парень, смотри, насколько он изменился, насколько стал утончённым по сравнению с тем варваром, который я видел во Франции. Я наслаждаюсь, я не могу смотреть, не наслаждаясь, без наслаждения я не могу смотреть. То есть, если я улавливаю что-то, поскольку мои получающие келим направлены на это, и если я связываюсь, это только из наслаждения. Это может быть наслаждение от страха, когда я боюсь, что он дотронется до меня, сделает мне что-то. Я тоже что-то делаю, чтобы сохранить себя, но это всегда получающий келим. Лишма называется, когда я нейтрализую эти получающие келим, вещь, которая не существует в нашем мире. Но Высший Свет способен нейтрализовать их. И на самом деле, что в наши дни уже нет такого, что изнурением можно достичь что-то. Как сказано, если ты хочешь сломать желание получать, ты берёшь двойное желание получать. То есть ты разбиваешь его и берёшь двойное. Это похоже на то, когда ты словно прекращаешь есть. Ты увеличиваешь аппетит, увеличиваешь потребность, ощущение наслаждения. Посмотри на ребёнка. Это не хочу, это не хочу, это хорошо не ешь. Через час. Мама, а есть что-то поесть? Нет, нет. Через два часа. Есть что-нибудь поесть? Нет, нет. Я хочу. Да. Да, ему через 3-4 часа, когда он попросит. Посмотри, как он будет есть и с каким наслаждением. То есть с помощью ограничений ты увеличиваешь наслаждение. Можешь ли достичь состояния, когда ты можешь сломать своё намерение? Говорят, нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok